так хотел я показать как можно замаскировать или шов собственно спинтер вот допустим не такой мид поле лу поле объект такой кубик вот так я раскидываю его или ну вот если в собственно спинтер закинуть этот куб пробег там все вот эти мыши текстуры и допустим я докин наложил на него просто цвета красного и через маску добавил гранж не процедура вот обычный гранж то есть если посмотреть он на или развертку он лег на квадрат и соответственно каждый квадратик у каждой и вот это шел получил свое место на этой текстуре и они как бы из-за того что друг друга не примыкают текстуры соответственно плавно не перетекает из одного шила другое и образуются такие швы его не задали вопрос как замаскировать этот можно шов ну и вот как я это вижу как я это делал какому раз маскировать можно на нем нарисовать что-нибудь тем самым его рифа можно это как бы немного процедурно сделать вот как пример я сначала создал маску есть тоже накинул что для наглядности цвета красного и в черной маске я основную вот это вот маскировочную процедурную штуку накидал можно конечно же перейти удить режим mask тогда будет видно но можно и как бы красный цвет оставить мне больше красный нравится вот первое что сделать я добавил генератор первича вот добился того чтобы на углах на углах легла вот эта вот маска здесь много всяких настроек можно микро детали добавить подвигать вот это вот режима генератора я пока покажу как эти штуки я не трогал стандартными значениями обошелся там я добавил чтобы немного размазать эти ровные линии гранжи вот но гранжи добавил режиме девайд делить вот потом я его завор пил фильтром ворп потом я вычел из него гранж дёртовой чтобы еще больше сломать вот эту вот равномерность и потом я применил еще раз генератор первича для того чтобы скрыть шов на маске вот то есть я буквально тоненький такой кусочек накинул короче вот и создал якорь этот якорь я использовал в этом материале то есть начало я убрал этот шов добавил через film в режиме с абстракт вот то есть из этой из этого гранжи я вычел вот эту вот маску вот но чтобы заполнить вот это место чем я применил еще добавил в эту маску процедурная процедурную текстуру bns под 2 в режиме мультиплей и здесь вот важно то что я добавил физическую проекцию потому что если будет какая-либо другая то шоксер он будет видно или там какие-то артефакты будут там три планар например тоже в принципе неплохо справился но все равно видно небольшие вот здесь вот такие штуки сферическая как-то здесь больше подошла но это когда ситуация зависит можно и можно не покрутить вот создал еще не якорь и этот якорь я добавил вот здесь как режим фил вот и более-менее я этот шок как бы спрятал все на глаза не бросается и он ну хотя бы немного вяжется с этим гранжем при добавлении фильм его еще можно здесь вот двигать лейвел зами можно сделать его поярче темнее вот перемещая его вот здесь можно все то ему добавить подходящего и и и и и и и если вот уже такого ярко выраженного шва как бы этого нет